Вот мы здесь спорим о частностях, которые очень важны. Какой, где взять деньги на покупку земли? Какие будут проценты, какие будут механизмы? Это всё очень важно. Это действительно интересно. Но мы уходим от главного. По какой стоимости будет покупаться земля у сегодняшних землевладельцев, которые мы с таким боем обеспечили право владеть землёй? И почему мы наложили мораторий на право продать эту землю? Потому что, как я уже приводил примеры, согласно критериям Всемирного банка, мы, как Украина, с самыми большими сегодня объёмами чернозёма не находимся рядом с такими странами, внимание, как Казахстан, Киргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины. То есть у нас нет сегодня стоимости земли, а то, что у людей, которые сегодня доведены до бедности, до нищеты, выдурят эту землю за тысячу долларов, неважно откуда возьмут деньги, или коррупционные, или через биткоины, или даже через легальные, через банки, людей ограбят, не заплатив им справедливую стоимость земли. Почему я так считаю? Потому что так считает Всемирный банк, и вам пример наших ближайших соседей. Я сейчас не буду говорить о таких сложных показателях, как ВВП на душу населения. Минимальная зарплата в Венгрии, Румынии и Польше, внимание, в 7-10 раз выше, извините, в 4-5 раз выше, чем сегодня в Украине. А минимальная пенсия, например, в той же Польше, 8 раз выше, чем в Украине. Соответственно, так получилось, эти цифры корреспондируются, что стоимость земли в столько раз у нас ниже, в сколько раз ниже показатели зарплат, пенсий, что минимальная, что средняя. К чему мы сегодня призываем? Вы что думаете, Кучма был глупым человеком? Даже тот же Юченко, который там на земле молился, пчелы, глетчики, это все было его. Они понимали, что в Украине нет стоимости земли справедливой, из-за которой стоит предложить людям ее продавать. Вокруг этого сегодня идет борьба между нами. Я уже молчу о том, что людей берут, потому что люди, естественно, сдают землю в аренду. Кстати, за 10 лет стоимость аренды поднялась в 50 долларов за гектар, сейчас средняя 250 долларов за гектар. То есть рынок земли оживает. И мы говорим, не спешите. Давайте стабилизируем ситуацию на Донбассе. Давайте решим все внутренние конфликты. Стабилизируем экономику, направим ее на путь развития, поднимем основные экономические и социальные показатели, приблизимся к тем стандартам, которые есть там не в Великобритании, не в Новой Зеландии, не в Америке, а есть у румынов, у прибалтов, у поляков, у венгров, у словаков, у чехов. И когда мы это выровняем, когда мы садим стоимость земли хотя бы 6-7 тысяч долларов за гектар, тогда предложим людям. Спасибо.